Всем хай, на связи Малиан. Я начинающий художник. И хочу дать совет таким же начинающим художникам, как я. Звучит тупо, но да ладно. Если вы не знаете, как нарисовать какой-либо предмет, то откройте референс. Референс это картинки, на которые ты можешь опираться во время рисования. Но никогда не обводи их или не обмазывай. Из-за этого скиллы не вырастут. Сейчас обычно я использую референс рук, потому что не умею их рисовать. И это мне даже очень помогает. Можно увидеть небольшой прогресс в других рисунках, где я не использую референс рук и где я использую их. Давайте чуть-чуть прервемся. Я хочу вас поблагодарить. Теперь нас 400. Вы растетесь каждый днем. Совсем недавно столько стукнуло 300, а теперь уже 400. Я в шоке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, а мы погнали дальше. Второй совет. Никогда не сравнивайте себя с другими художниками. То есть не думайте, что этот художник рисует лучше, а я ничего не могу. Нет. Все мы учимся. Все мы учились с самых низов рисовать. Этими мыслями вы только перебьете желание рисовать. И можете вступить в арт-блог. Также, чтобы повысить свой скилл, можно построить видео художников. Перенять от них что-нибудь там. Как рисовать глаза, руки, волосы, одежду, тело. И так далее. Это только помогает. Можно там что-то от стиля взять, но не копировать полностью, копировать это плохо. Четвертый совет. Побольше рисуйте. Желательно каждый день. Можете хоть целый день, хоть несколько часов, хотя бы 15 минут в день, уделяйте время рисунку. От этого ваш скилл повысится. Совет номер пять. Я об этом уже говорила, и хочу поговорить с вами об этом подробнее. На тему отмазок и срисовок, и также обводок. Если вы это делаете для себя, то это, можно сказать, чуть-чуть хорошо, но если вы выставляете это в сеть, то нет. На вас, наоборот, вылится куча хейта. Кто-то заметит. Будет говорить это на другом, и на вас будет очень много хейта. Вы только расстроите себя этим. Так я сказала, это чуть-чуть полезно, но все равно лучше от этого ваш скилл не будет. Лучше срисовывать, но только для себя. Понять, как рисуются волосы, глаза. Но это только для себя. Никуда это не уставлять. Вместо срисовок можно делать фан-арты. Старайтесь пробовать новое, или то, что у вас не выходит, или искать новое, как я и сказала. То есть рисовать людей в разных позах. Я уже начала так делать недавно. Разных положений рук, или рисовать другими материалами. Не выводят карандашами, порисуйте маркерами, ручками. Не можете ничего придумать, посмотрите сериал, погуляйте. Аниме пострите, фильм посмотрите. Книжку почитайте, и вдохновление вас само найдет. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, удачи!